Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Меднаука. Сегодня хотел бы ответить на вопрос нашего зрителя. Итак, сам вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, дают ли инвалидность третьей группы, рабочая, при заболевании ГТР, ну то есть генерализованное тревожное расстройство? Если оно длительно протекает на протяжении 20 лет, приводит к дезадаптации и потере тубоспособности, снижению квалификации по профессии, трудности в коммуникации, заиканию и логофобия, а также есть другие соматические заболевания. Тут человек перечисляет их. Было 4 госпитализации в стационар в отделении неврозов с купированием острых тревожных состояний после череды жизненных обстоятельств, очевидно неблагоприятных увольнений с работы. Не женат, друзей почти нет, только среди пациентов. Спасибо. Ну, отвечая на ваш вопрос, должен сразу же сказать, что решение об определении группы инвалидности принимает специальная комиссия медико-социальной экспертизы, бюро медико-социальной экспертизы, врач-психиатр, допустим, психдиспансера, где вы наблюдаете, и если вы наблюдаете, сможет только оформить так называемое направление МСЭ. Сейчас оно оформляется в электронном виде, и врач помогает вам собрать все необходимые документы для рассмотрения этой самой врачебной комиссии вопроса в определении группы инвалидности. Ну, что это за документы? Это результаты анализов, кровь, моча, флюорография, ЭКГ, это заключение врачей-специалистов, терапевт, невролог, хирург, окулист. Также могут быть собраны сведения о ваших жилищно-бытовых условиях, прилагается копия паспорта с НИЛС, копия трудовой книжки, если таковая имеется, ну, могут быть еще некоторые документы. Например, характеристика с места работы. Определяя группу инвалидности, решая данный вопрос, комиссия, бюро медико-социальной экспертизы руководствуется приказом Министерства труда и социального развития номер 585 о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан. Там есть определенный перечень заболеваний, в том числе и психических заболеваний, которые позволяют определить группу инвалидности в отношении пациента. В общем, среди этих заболеваний есть так называемые другие тревожные расстройства под кодом F41. Ну, как известно, нейрозовно-тревожное расстройство кодируется в МКБ F41.1. Там есть раздел нарушения психических функций, то есть все вот эти невротические состояния, то есть тревожные, фобические расстройства, они могут сопровождаться либо незначительной симптоматикой, которая не влияет на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности, либо могут быть умеренные какие-то стойкие расстройства, либо, соответственно, выраженные и резистентные к терапии расстройства невротического круга, который существенно влияет на вашу трудовую, социальную адаптацию и так далее. В общем-то, рассматривая вопрос об определении группы инвалидности, комиссия медико-социальной экспертизы должна получить соответствующие сведения. Вы можете быть приглашены в данное бюро. Решая вопрос об определении группы инвалидности, комиссия берет во внимание, соответственно, сведения, которые предоставляет врач-психиатр, данные осмотра. Необходимо представить выписки из стационара. Если таковые есть за последний год, врач прилагает выписку из амбулаторной карты заключения психолога. Одним словом, степень дезадаптации должна быть подтверждена документально. Какую именно группу вам дадут, третью или, может быть, вторую, бессрочно или сроком на один год, это решает комиссия медико-социальной экспертизы. Ну и, возвращаясь к вопросу, можете ли вы, имеете ли вы право на то, чтобы комиссия рассмотрела вопрос определения группы инвалидности в связи с диагнозом генерализованное тревожное расстройство. Да, безусловно, имеете такое право. Данный вопрос необходимо поставить перед вашим лечащим врачом территориального учреждения психиатрического здравоохранения. Надеюсь, удалось внести ясность в данный вопрос. Если появятся какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь в комментарии или на портал Меднаука. Рад был общаться с вами. До новых встреч!